Отныне, чтобы получить ту или иную социальную выплату, льготникам не нужно собирать справки для оформления заявлений и стоять в очередях. За них все сделает система. Новый, так называемый, проактивный режим работы – большой шаг в развитии социальной защиты населения. Например, для того, чтобы получить компенсацию школьной формы с многодетным семьям, необходимо условие, чтобы этот ребенок был зарегистрирован в Московской области и обучался в одной из образовательных учреждений Подмосковья. Поэтому раньше родители нам приносили справки, соответствующие, которые подтверждали факт обучения. Сейчас эта система сгенерировала все автоматически. Преимущество, конечно, тут очевидно, потому что не нужно ежегодно подавать родителям из многодетных семей такое заявление. База данных самостоятельно определяет тех, кто попадает по ту или иную выплату, собирает справки и оформляет нужные документы. Информация о поступающих выплатах или других мерах социальной поддержки приходит пользователям в виде писем в личный кабинет сайта Госуслуг. Впервые такой метод работы опробовали в первую волну пандемии. Тогда насчет пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями автоматически пришло по 3 тысячи рублей. С мая 2020 года у нас также в проактивном режиме была назначена выплата на основании информации, которая у нас в базе содержится, одинокопроживающим гражданам старше 65 лет, которые являются пенсионерами, не работающими, им было назначено по тысяче рублей. То есть в автоматическом режиме у нас сформировалось порядка 3,5 тысяч таких получателей. Так работает система электронного взаимодействия. Порталы сразу нескольких инстанций работают сообща. Если же у человека еще нет личного кабинета, ему следует обратиться в Управление социальной защиты населения администрации городского округа. Сотрудники помогут создать учетную запись, чтобы в дальнейшем все выплаты и оказания услуг производились автоматически. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...